Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, дорогие телезрители, пережили мы Новый год, отпраздновали еще недавно Рождество, буквально совсем на днях было. И в эти, знаете, рождественские дни хочется рассказать о таком вот проекте, как «Земля, Родина, Любви». Этот проект осуществляется инициативной группой классических музыкантов неоткуда, а из самого Петербурга нашего, в том числе, например, из Мариинки. И, знаете, его название заимствовано из песни «Земля, Родина, Любви», которую пел когда-то Муслим Магомаев. И эту песню с согласия правовладателя Тамары Синявской сейчас записала солистка как раз той самой Мариинки Анна Матис. Она тоже активная участница этого проекта, и она нам оказала большую помощь нашему медиахолдингу в том, чтобы организовать этот наш эфир, собрать гостей, гостей, потому что наши из разных, что называется, мест, иной раз даже из-за пределов нашего региона, и хочу их вам представить. Это единственная дама нашего сегодняшнего эфира. Это наш замечательный человек, который занимается медвежатами. Кто-то знает этот центр, благодаря нашим эфирам, это Екатерина Пажетнова, специалист в реабилитации медвежат-сирот некоммерческого объединения «Центр спасения медвежат-сирот». Екатерина, добрый день. Добрый день. Это Сергей Гершов. Добрый день. Руководитель проекта тоже, который связан с животными, госпиталь дикой природы. Добрый день. Это всем известный наш Тверской священник, отец Сергий, настоятель Церкви Рождества Христова в рыбаках, ну и просто известный активный общественный деятель в нашем регионе, да и не только. Слугорева, помните, что отец Сергий долгое время служил в Италии. Самый отец Сергий, добрый день. И известный наш Тверской молодой волонтер, который становится известен в последние годы все больше и больше, про который мы тоже рассказывали. Это Николай Романько, директор общественной организации «Подари дрова». Добрый день. Добрый день. Ну что ж, а вы, дорогие телезрители, кстати, можете нам звонить по телефону 300-190. Мы сегодня говорим о добровольчестве, о тех людях, которые просто так безвозмездно что-то делают другим людям, которые нуждаются в помощи, и не только людям, как вы уже слышали, в том числе и братьям нашим меньшим, которые зачастую в помощи нуждаются не меньше, а даже, я бы сказал, больше, поскольку наша цивилизация все больше и больше наступает на мир дикой природы, к сожалению. Все, людям мало, вот видите, чего-то. Так что 300-190, прямой эфир. Ну что ж, господа, начнем, ну, наверное, с дамы. Катерина, наш телеканал рассказывал о вашем проекте, но все-таки для тех, кто, может быть, что-то пропустил. Чем занимается ваш центр? Наш центр занимается спасением и выхаживанием медвежат-сирот, бурого медведя, для их последующего возвращения в естественную среду обитания, то есть в лес. А что, действительно, в нашей Тверской области такая проблема? Вот, насколько я слышал вообще от лесников наших, в Тверской области медведь чувствует себя довольно вольгодным. Вы знаете, когда я был в Италии, вот отец Сергеев, который когда-то служил, мы ехали, когда через Сеопенино пересекали, и нам экскурсовоз гордостью рассказывал, что в Италии целых 13 медведей, они так горделись. Один, правда, под лес бегает время, время в Швейцарии, они его делят между собой, то есть, я считаю своим, эти своим. Я так сижу в автобусе, хихикаю, думаю, а у нас медведи, как мне рассказывают, столько, что просто уже деваться некуда. И в этой связи, вот, действительно ли, как я уже сказал, наступает в том числе и наша цивилизация, всё-таки нашего русского медведя, в данном случае Тверского? Ну, вы знаете, на самом деле, ни в Тверской области, ни во многих других областях нашей страны серьёзных проблем с популяцией бурого медведя нет, безусловно, нет. Бурый медведь не находится на грани исчезновения, но наша, в общем-то, цель не сохранение популяции, не увеличение её численности. Наша цель – это спасение конкретных животных, которые попали в беду. И, как правило, в общем-то, в большинстве случаев они попадают в беду по вине человека, то есть по вине деятельности человека, в результате чего медвежат остаются одни, без медведицы, а в возрасте до полугода они выжить самостоятельно просто не могут. А тоже какая имеется в виду деятельность охотничая или хозяйственная? Потому что как раз те же самые лесники мне почему-то рассказывали, что, я говорю, а откуда столько медведей стало много? Они говорят, а охотники как раз на них предпочтать не охотятся. Это тупо страшно просто, мягко говоря. И поэтому лицезно медведи стараются не брать. Просто попрочь на задчик, на лося и так далее. И таким образом, как медвежата, как правило, из вашей практики становятся у нас сиротами? По большому счету, действительно, медведь в последние годы не является излюбленным объектом охоты. Для меня, на мой взгляд, конечно же, и слава богу. Но не охота является основной причиной сиротства. И даже не браконьерство, хотя иногда бывают случаи, когда к нам попадают медвежата, явно с достаточно темной историей. То есть, в результате браконьерства, оставшиеся сиротами. Основная причина на сегодняшний день – это лесозаготовительная работа. То есть, работа в лесу, шум техники, человеческие голоса – все это является достаточно большим стрессом для медведя, который в это время зимует в убежище, в берлоге. И в момент, когда прессинг со стороны человека достигает определенного уровня, медведь покидает свое убежище и никогда в него обратно не возвращается. Даже если это медведица, а в берлоге остались медвежата. И вот, к счастью, если лесники, если рабочие заметят либо убегающие животные, либо следы на снегу, либо услышат писк зверенышей, либо, возможно, увидят их, если каким-то образом берлога была нарушена, они их находят, и у этих медвежат есть шанс на выживание. То есть, ну, уже дальше есть определенный алгоритм действий. Как правило, такие люди связываются с природоохранными властями регионов, в котором они работают. Ну, а эти природоохранные органы власти уже достаточно долгое время сотрудничают с нами, и процесс такой налаженный. Вот, поэтому основная причина – это работы в лесу. Изредка бывают ситуации, когда простая прогулка по лесу, люди с детьми, люди с собаками, могут также привести к такой ситуации, что медведь убежит с берлоги, оставив медвежат. Но это все-таки происходит достаточно редко. И, как правило, в малоснежные зимы, то есть, когда человек может посетить какие-то там укромные, удаленные лесные глубинки. Это же правда интересно, кто с детьми ходит там, где живут медведи. А они не живут рядом с городами, они, как правило, живут далеко от городов. Ну, такие ситуации бывают. В общем-то, страна наша большая, мегаполисов не так много. Да нет, не дураков. Малые города, которые находятся вокруг, то есть, вернее, вокруг которых расположены большие леса, в общем-то, любая прогулка действительно может закуситься тем, о чем мы с вами говорим. Но в основном это лесозагодательные работы. У меня тоже сразу такая идея, не лезь не лезь, а всем организациям, которые ведут такие работы, раздать памятки как раз напрямую с вашими контактами, чтобы не звонили в администрацию, там чиновника нет, он на обед, секретарш будет связаться и так далее, чтобы они уже знали, кому звонить, в случае чего. Ну, многие, в принципе, знают, либо, ну, к чему мы всегда обращаемся, да, за советом, что делать. К интернету. То есть, если там задать пару слов, нашел медвежонка, или что делать с медвежонком, то в первых строках вылетит, естественно, информация про нас. Но мы в любом случае, конечно же, работаем с чиновниками, потому что медвежата, это собственность государства, естественно, нужны необходимые административные процедуры, которые, в общем-то, как правило, все регионы стараются осуществить как можно быстрее, потому что здесь идет счет буквально на часы. Чем быстрее медвежат попадут в руки профессионалов, специалистов, простите, профессионалов, нескромно сказано, специалистов, тем больше шанс, что они выживут, потому что, в общем-то, какое-то временное хождение в берлоге, даже не продолжительное, но для маленьких медвежат, это чревато, к сожалению, гибелью, потому что переохлаждение, пневмония, да, и, в общем-то, бывают случаи, к сожалению, когда нам не удается спасти, но последние годы, к счастью, мы, в общем-то, практически, практически снизили там до нуля, но, к сожалению, в прошлом году одного медвежонку не удалось спасти, но тут я вот невольно привлекаю еще одного собеседника, да, нашей замечательной компании, это люди, которые помогают нам спасать медвежат, находящиеся в критической ситуации. То есть первая неделя нахождения медвежат у нас в центре, первых две недели, это всегда очень тревожное время, и это то время, когда мы практически от них не отходим, то есть мы ведем постоянное наблюдение. Медвежонок – это не ребенок, он не может там закапризничать или сказать, что вот что-то не так, то есть мы только можем понять по его каким-то там минимальным поведенческим моментам, что что-то с ним не так. Если мы понимаем, что с медвежонком что-то не так, ну, к тому же, естественно, мы там проводим регулярное взвешивание веса, это, естественно, показатель его состояния, ведем наблюдение, как он поел, как он сходил в туалете – это очень важно. Если мы видим минимальный намек на то, что может быть проблемы со здоровьем, мы тут же связываемся со специалистами из госпиталя «Дикой природы», которые в любое время дня и ночи приходят к нам на помощь. Вот Сергей Гершов, собственно говоря, благодаря ему и его команде нам удалось спасти достаточно большое количество медвежат, которые были, ну, не то чтобы на грани гибели, но уже было понятно, что, в общем-то, шансов практически нету, но мы вытаскивали. Сергей, я сейчас передам слово, потому что мы сейчас на грани выхода рекламы, буквально через три минуты, не переключаясь, дорогие телезрители, мы сегодня говорим о добровольцах, не просто говорим, а они сами у нас здесь присутствуют. Три минуты рекламы и продолжим. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о добровольчестве. И добровольцы, это, конечно, в первую очередь, мы думаем о тех людях, которые помогают другим людям, но, к счастью, есть и люди, которые помогают животным, животным, которые попали в дружную жизненную ситуацию, говоря казюным языком, а, говоря по факту, оказываются на грани гибели. Ну, это, в первую очередь, как уже нам рассказывала Екатерина Пажетнова, это медвежата, и вот как Екатерина перед началом рекламы говорила, что огромную помощь им оказывает такая организация, как «Госпиталь дикой природы». У нас как раз руководитель этого проекта Сергей Гершов. Сергей, скажите, какую помощь вы оказываете, вообще что представляет собой ваша организация? Вот Екатерину, всё понятно, они у нас в Торопинском районе, у них там есть, условно говоря, какой-то дом, офис, избушка и так далее, где они работают. А что представляет собой ваша организация? Это где-то офис в Москва-сити? Ну да, и как я вообще попал на дверское телевидение? Да, и так далее, то подумайте, пожалуйста. Ну, на самом деле, мы не коммерческое объединение ветеринарных врачей. Ветеринарных врачей довольно редкой специальности, редкой специализации в своей профессии. Это работа с дикими животными. Таких врачей не очень много у нас в стране, потому что, ну, по многим причинам у нас, к сожалению, и образование в стране никогда не было на это заточено. У нас ни в одном ветеринарном вузе не готовят эту специализацию. А с цирковыми медведями кто-то работает? Коновал обычный? Понимаете, и в цирках это совершенно другая история. То есть ты не те... Нет, дело не в этом. Дело в том, что в цирках ветеринарные врачи больше занимаются документацией. Ну, так повелось. Вот так вот. А когда там нам все эти истории, тигр задрал льва, и наоборот, кто их лечит тогда? Людей? Нет, да не людей. Если бы людей тигр льва задрал, это история часто. Мне просто сразу интересно, цирки у нас столеть, вот эти за животными. Тигр льва задрал, это довольно редкая история. Ну, не доски, естественно, а так. Если что-то происходит, на самом деле, серьезное в таких организациях, как цирки, чаще всего зовут нас. А, все-таки, а вас мало. А цирков много? У нас мало, да. Но это работа не природоохранная абсолютно. Конечно же. Вот. Ну, просто мы, как врачи, понимаем, что где бы живот ни находилось, если ему плохо, то мы готовы помогать. Не важно, там цирк это или не цирк. Вот. Но такая работа, как правило, платная все-таки. Потому что, ну, а мы, как некоммерческая организация, мы работаем именно в природоохранных, с природоохранными проектами, с природоохранными фондами, с такими, как, вот, например, Центр спасения недвижат сирот. Вот. И, в принципе, конечно, вот эта специализация наша, она нужна во многих ситуациях. Например, в ситуациях, когда животные выходят к людям. Сейчас очень много ситуаций, когда медведи заходят в города, когда копытные многие заходят в города. Особенно на Крайне Севере, говорят, вообще норма, белый медведь зашел в поселок. Последняя наша вот командировка была на Ямал, когда там медведи с медвежатами вышли к людям. Вот. И наша задача была обездвижить, отвезти. То есть это не егерь абсолютно работа. Ну, понимаете, ведь определенная опасность всегда есть, и риски, связанные с общим наркозом. Потому что это не так просто. Это не просто рассчитать дозу и просто выстрелить. Любой наркоз – это риск. Вот. А нам очень важно, чтобы животные жили. Поэтому у нас есть анестезиологи, специалисты, которые этим занимаются. И специальное оборудование. Да, очень много специального оборудования. Мало у кого, в принципе, в стране нашей есть, потому что оно крайне дорогостоящее. И зачастую и к нам обращаются, прошу прощения, что перебила, к нам обращаются с просьбой помочь обезвижить, убрать из какого-то населенного пункта тот или иной вид животного дикого. Потому что в государственных структурах, как правило, таких оборудований просто нет. Ну, помимо оборудования, конечно, знания... Бывает так, что есть оборудование, нет специалистов, например. Так мне всё-таки для понимания, вы физически где находитесь? Физически мы зарегистрированы в Москве. И все мы живём в Москве. А, вот. Вся наша команда, вот 8 человек, которые на данный момент работают, мы все живём в Москве, и мы сейчас работаем как экспедиционная такая бригада. Мобильная группа. Мобильная группа, да. Мы ездим либо собственным транспортом, либо, если это невозможно, самолётом. На Ямал какой-то собственный транспорт? На Ямал, конечно, нет. На Ямал сначала самолёт, потом вертолёт. Ну, правда. Просто я почему-то задаю вопрос, потому что, ну, вот как вам сказали, в посёлок зашла медведица. Сколько проходит времени, пока вы долетите, доедете? Ну, как правило, это 2-3 дня. Вот. Как правило, 2-3 дня. Ну, понятно, что эта проблема, ну, как бы по-другому, она всё равно не решается. А нельзя вам в этой связи, ну, организовать обучение, я не знаю, там, какие-то привлекают гранты, а в том плане, чтобы в каждом субъекте, ну, был, грубо говоря, хотя бы по один, вот, ваш коллега обученный. Мы очень хотим это сделать, и, собственно, мы занимаемся обучением уже на протяжении последних 10 лет. Вот. И мы передаём... Ну, у нас тогда всего 8-то. Почему у нас всего 8? Ну, да. Правда. Практически 7 самураев. Ну, вот просто, да я говорю, вы вот рассказали, это очень интересно, я спросил, где вы, вы говорите, у вас 8, и вы в Москве. Вот. А страна наша, это и Хакасия, Алтай, Камчатка, Сахалин, куда, в принципе, ни на чём не доедешь, только долетишь, и т.д. и т.п. Чукотка, Ямал, как вы сказали, Мурманск, то есть Сочи, это тоже не ближний край, Северный Кавказ, просто у меня сразу, вот есть какая-то ситуация там где-то с Леопардом, с Северо-Кавказским и так далее, вот, нашим, ну, пока вы доберёте, с ним может произойти всё, что угодно, если он получил ранение, к примеру, какое-то, или как медведицы, были в эту посёлку, так оно и есть, и мы, собственно, каждый год делаем эти курсы, вот, но это не благотворительные проекты, то, что мы не смогли получить на это грант, вот, это так или иначе оплачивается людьми или организациями, а кто оплачивает вас в ваших Белом медведевых? Белом медведевых, государство. А, то есть, ну, проблем нет, платят всё. Нет, под какие-то конкретные проекты, какие-то конкретные задачи? Под конкретную задачу, естественно, как они конкретную задачу. Это действительно такая серьезная, значимая задача, если она вышла в эфир, если это касается краснокнижных видов, если то тут, конечно же, в государстве какая-то поддержка поступает. А как правило, это, к сожалению, все добровольцы. Что касается того, что здесь у нас в близлежащих лесах живет лоси, кабаны, косули, птицы очень много, которые страдают, безумное количество птиц. Вы себе не представляете, сколько и краснокнижных видов ежегодно. К нам обращаются за сезон, наверное, не меньше 150 людей обращаются. Это только к нам обращаются. А есть же еще какие-то организации, приюты и так далее, а кто-то и не обращается. Поэтому страдает на самом деле огромное количество животных, и многие из них действительно могли бы быть вылечены, реабилитированы, возвращены в природу. И наша, так сказать, задача на будущее – это создание хорошего профессионального реабилитационного центра, где не просто посадил в клетку, а потом попытался выпустить, и неизвестно, что с животным. Чтобы ко всему был научный подход. А где центр, на самом деле, должен находиться? На мой взгляд, конечно, это центр должен… А там же не живут животные? Нет. Не везде живут. Ну, в Москве точно, мягко говоря, не так актуально. Там вряд ли где-то лося подстрелили. Понимаете, должен быть какой-то центр, который, скажем так, задаст некие стандарты. Я понимаю, конечно. Стандарты и научные работы. Его надо размещать, конечно, не в Москве, но и не на Дальнем Востоке. Его надо размещать где-то в доступности нашей команды, потому что все-таки… А вы переедете туда? Нет, я имею в виду, что это должно быть там, я не знаю, в пределах хотя бы 200 километров от Москвы. Почему? Ну, у всех семьи. Потому что у всех семьи, дети… У вас тоже, наверное, семья. Семьи, ресурсы в Москве. Ну, товарищи, ну просто, ну, не знаю, я, может, чего не понимаю в этой жизни, но мне кажется, что такой центр должен работать там, где надо работать. То есть, ну, просто… А где, где надо? Вот скажите, где надо. У нас огромная страна. Ну, точнее в Москве. Вот хорошо в Тверской области, хорошо на Урале, хорошо в Сибирской тайге, без вопросов, хорошо Северный Кавказ, допустим, где тоже как раз краснокнижные животные, где и так далее. А почему бы не на Дальнем Востоке, в конце концов? Ну, просто, ну там… На Дальнем Востоке, кстати, есть соответствующий неплохой центр. Вы про тигра? Да, вот. И, собственно, мы долгие годы сотрудничаем, мы учили их ветеринальных врачей. А вы их учили, да? Да. Вот. И до сих пор находимся с ними в тесном контакте. Ну, нет, конечно же, конечно же… Просто каждый регион действительно должен иметь свой какой-то хороший реаб-центр. Абсолютно, вот полностью согласен с вами. Да, потому что одним центром на такую страну не найдёшься. Да, да, не Швейцария. Даже на более маленьких странах, и в Европе, и в Америке, и, например, и в Африке, конечно же, там этих центров безумное количество. Даже в Африке? Да. Кстати, не даже в Африке, а в Африке их очень много. Удивительно. Ну, в Африке и плотность живой природы побольше, чем население. Ну, хорошо у вас. Но, тем не менее, всё-таки хотелось бы, чтобы, может, кто-то нас государство услышало, потому что 8 человек на нашу огромную страну. Это просто… Конечно, конечно. Я ещё раз говорю, я просто не представляю, как вы, наверное, мне кажется, должны метаться по всей стране. Вы говорите, 150 вызовов. Вот я даже не знаю, как вы нашли время. Вы гречесли, да. И больше того, наш проект, как некоммерческий, пока себя не очень окупает, поэтому мы ещё обязаны и должны работать. То есть, я не знаю, как нужно окупать-то. Ну, к счастью, как вот я начала говорить, в принципе, вот круг людей, которые занимаются дикими животными в нашей стране, несмотря на то, что она огромная, он узок. И, конечно же, практически все друг друга знают. То есть, может быть, там лично не встречались, но все друг друга знают. И, безусловно, бывают ситуации, когда необходимо помочь животному где-то очень далеко. Но там есть, в принципе, ветеринар, который обладает какими-то навыками, но для проведения определённых там манипуляций бывает достаточным связаться с госпиталем дикой природы, который даёт консультацию. У нас сейчас, благо, в общем-то, возможность связи, даже видеосвязи существует. Да, мы открыты для этого общения всегда. Нет, конечно, это речь не идёт, что только вот где-то позвонили, они поехали, больше о них никто не знает. Безусловно, всё это, ну, сеть налаживается, естественное знакомство, естественно, ветеринары на месте, они приобретают какие-то навыки у ребят, вот, потом уже приобретя эти навыки, они уже с большим количеством задачи могут справиться, да. То есть это, ну, такой живой организм, который постоянно развивается, ну, в общем-то, в нужном направлении. Но, к сожалению, в связи с отсутствием финансирования достаточно медленно. Но всё-таки движемся. Не слишком быстро. Ну, не слишком быстро, да. Но всё-таки движемся, и какой-то прогресс есть. И очень хорошо, когда вот, ну, что есть вот эти вот 8 человек, которые могут, они разделиться, могут действительно дать консультации, назначения по телефону, по интернет-свете. Сейчас особенно, да, сейчас это развито, в конце концов, консультации, даже лечения, хирургии и прочее-прочее. Поэтому их привязанность там к Дальнему Востоку, она как бы совершенно не нужна. Естественно, в идеале всё-таки это должно быть в Подмосковье, скорее всего, да, чтобы было в доступе было всем. И нам смело вот в Тверскую, наши леса, приезжайте, вот как раз, оно Дальнее Подмосковье. Мы очень делали, если пригласите, приезжайте. Приезжайте, приезжайте, мы будем очень рады, если вы у нас будете базироваться. Ну, хорошо. Ещё у нас есть один волонтёр, который уже не подумать, у нас здесь не собрание айболитов. У нас человек, который помогает и людям, потому что в Тверской области, не только, на всей нашей Руси великой, немало людей, которые попадают в трудные жизненные ситуации. В первую очередь, это, конечно же, одинокие пенсионеры. Вот у нас нашёлся такой человек, который помогает, причём он тоже такую идею интересную предложил не по тоже Тверским, более-менее благополучным улицам колесить, что-то делать. Человек ездит по нашей необъятной тоже Тверской губернии, помогает тем людям, которые живут в отдалённых населённых пунктах, где до сих пор, да, 21 века, а вот люди топят себя дровами. Это Николай Романенко. Николай, скажи, как вот появилась вот эта идея, вот эта организация «Подари дрова»? Это проект, у нас есть своя тоже некоммерческая организация. Как волонтёр мы уже занимаемся помощью одиноким бабушкам и дёдушкам уже порядка 15 лет. И в 2014 году, видя бабушек дома, это был сентябрь месяц, увидел, что они дома находятся в тулупах, в верхней одежде. А как это было? Где-то в какой-то... Ну, мы к бабушкам приходим, проносим продукты, те же самые дрова, воду с колодца принести, окна помыть, посуду помыть. Жду нарисовать на коллекте? Нет, такого мы не рисуем, нет. Мы делаем конкретные дела. Нарисовать – это не та помощь, для которой мы, как волонтёры, идём. И стали замечать, что одна бабушка в тулупе сидит, вторая бабушка в тулупе сидит. Стали спрашивать, разговаривать, почему вы дома находитесь в одежде. Бабушки стали, как одна другая, говорить, что пенсия маленькая, а дров на зиму нужно много. И поэтому они покупают там не три машины, а одну машину, и топят печку не три раза в день, не один раз в день, чтобы продержаться всю зиму. Поговорив с органами соцзащиты, на самом деле подтвердили, что такая проблема есть, актуальна, что люди живут бедно, и денег денег не хватает. И решили как раз назвать акцию «Подели дрова». Привлечь жителей нашей области, жителей нашей страны для сбора средств, и на эти денежные средства мы закупаем уже непосредственно дрова, и привозим, и укладываем бабушкам, дедушкам. А кто по грузуеву перечисляет средства? Скажет, что не будем конкретной фамилии, наверное, заводом. Да, нет, у нас много частных меценатов. Предпринимателей? Нет, нет, частные, физлица. Физлица, их очень много, потому что... Простой человек, который работает там, не знаю, с лесарем на вагонзаводе, условно говоря, условно говоря. Да, благодаря поддержке федеральных телеканалов, региональных и СМИ, печатных, большой охват информации, и много людей нам перечисляют денежные средства. Но последние три года мы работаем уже и с бизнесом, и нам бизнес перечисляет хорошие денежные средства. И за счет этого мы уже можем каждый год увеличивать объем пожертвований, потому что информация о проекте больше разносится по интернету, по СМИ, и больше идет уровень доверия со стороны бизнеса и уже властей. А если о цифрах, вот, Николай, для понимания телезрителей, сколько нужно дров на... ну, стандартный деревенский дом, сколько это в грузовиках и сколько в деньгах? Стандартный объем дров, который нужен вот на дом, это порядка 15-20 кубометров. Одна машина, в одной машине возят стандартно 5 кубометров. Это примерно стоит 8-9 тысяч. А нужно, получается, 3 машины, там 3 с чем-то? Ну, 4, 4 машины, это прям, да. И в деньгах, получается? Это примерно 40 тысяч. А у бабушки пенсия 10 тысяч. Следовательно, она не может одна позволить себе купить весь объем дров. Поэтому, ну, есть меры поддержки как субсидии. Но этот закон не работает, не совсем работает на территории нашей области, да и в других регионах. Потому что с какой проблемой мы сталкиваемся? Мы, некоммерческая организация, мы работаем только с теми компаниями, мы можем закупать дрова только у тех, кто легально ими занимается. На территории нашей области легально занимаются дровами единицы. Следовательно, лес рубится, да, как мы говорили уже, и про медвежат, что проблема с леса. Вырубка идет страшная. А щепки бабушкам не летят. Да. А купить официально достаточно сложно, да? Да, потому что много занимается нелегально. Черные лесорубы. То есть вы через ЕГАИС проводите эти дела? Нет, через ЕГАИС мы не проводим, нам не нужно это. Нам важно, чтобы эта организация была официально зарегистрирована, либо ЕП, либо ООО. Главное, чтобы был отчетный счет в банке и печать, чтобы мы могли уже акт выполненных работ и договор заключить с компанией. Потому что, по примеру, я сегодня ехал пока на эфир, звонят из министерства. В Нелидово погорела многодетная семья. И семью переселили в ветхий дом, дров нету. Мы бы рады купить дрова, да, потому что у нас есть возможность финансовая. Но мы не можем купить нам дрова, потому что нет поставщиков. Ну, прямо сейчас нет ему позвонить, сказать, нужен грузовик дров? Нет таких фирм? В Нелидово нету. В Нелидово нету. Ну, не знаю, рядом там где-нибудь. Ну, купить лес, а потом распилить и сделать дрова. Как нельзя. Нет, там нужны именно готовые дрова. Как правило, дрова заготавливаются все-таки весна, лето, осень. Поэтому сейчас, наверное, какой-то дефицит. Я почему узнаю? Потому что мы тоже живем на дровах. Какой-то сфорный лес купить, который не очень хороший. Все занимает огромное количество времени. Отец Сергей, вот вы у нас как раз подсоединяете в дискуссии. Ну, вы в том числе, ведь мы всех помним, все помним вас как депутата Городской Думы. То есть вы как-то более-менее понимаете, как функционируют наши органы власти. Как вы думаете, как-то можно решить эту проблему? Потому что, я так понимаю, раз Николай рассказал, фирм мало. Наверное, это либо неинтересно с бабушками работать. Ну, что по идее спрос большой. Сколько бабушек, которым нужны дрова? Вот. Есть организация, которая готова купить дрова. Они не просят бесплатно отдать дрова. Мы готовы вас купить за деньги. Бизнес им жертвует деньги. Почему так происходит? Что может государство сделать с своей стороны, чтобы как-то изменить эту ситуацию? Ну, знаете, дело в том, что я депутатом был давно. А какая разница? Вы все равно как-то более не представляете. Как наши органы власти функционируют? Нет, разница большая. В 90-е годы, когда у местного самоуправления были свои деньги, были свои функции и сейчас. Поэтому за то, что сейчас происходит, я не могу сказать. А вот то есть этот вопрос можно решить на уровне местного самоуправления? Ну, конечно. Раньше можно. Да, да, конечно. Ну, и сейчас можно бы, но сейчас это нельзя. Я не знаю сейчас, как это решается. Здесь можно, знаете, как эту проблему решить. Здесь нужно необходимое министерство лесного хозяйства встретиться с частниками, кто занимается поставкой дров и замотивировать их заниматься этим легально. У нас в Тарорском районе один поставщик, зная, что у нас реализуются такой проект, он был частником, он зарегистрировал ИП, чтобы с нами работать, и ему хорошо, и нам хорошо. То есть мы можем у него покупать дрова и возить бабушкам и так далее. А здесь министерство лесного хозяйства, оно может в каждом муниципальном образовании взять этих частников, зная, что выделяется субсидия. А это чем? То есть они тоже рубили дрова? Субсидия очень хорошая, выделяется в нашем регионе на 189 малообеспеченных граждан. А уровень газификации... 189 тысяч. Мы же не только говорим про бабушек, это наш проект направлен на поддержку бабушек и дедушек. А малообеспеченные же это и семьи с детьми. Представьте, если уровень газификации 30%, ну 31 может, да, уже сейчас. Грубо говоря, 200 тысяч малообеспеченных. Это сколько людей покупает эти дрова? Да, на самом деле, огромное количество деревень живет на дровах. И мы не исключение. У нас здесь есть дома соседние в центре Твери, где тоже до сих пор пички дымятся. У нас нет газа, мы все живем на дровах. И мы точно так же покупаем вот эти вот на 40 тысяч огромное количество километров. А деревни, в общем-то, это место, где народ не может достаточное количество денег заработать. Действительно, для них это серьезная проблема. Ну у нас даже, вот вы говорите по проблему, да, у нас, если говоря опять о нашем проекте помощи бабушкам, у нас бывает, звонят бабушки и дедушки, даже после эфиров, что даже в деревне бабушка готова эти дрова купить, но она не может их купить. То есть даже участника не может их купить, потому что частник находится так далеко от этого населенного пункта, потому что у нас много жда деревень на территории области. Поставщик не готов туда даже их везти, потому что дороги плохие, убитые. Еще одна проблема. Да. А валежник-то можно собирать? Валежник можно собирать. Можно? А то, что говорили, что и валежник. Отменили. Там были ограничения не более одного метра. А, да. С прошлого года ограничения все есть. Ну, валежникам тоже, к сожалению, зима не благодарны. Ну, а что делать? Ну, тем не менее. Но вам же надо доказать, что вы взяли валежник? А, это доказательство. Да, да. Это, на самом деле, а вдруг вы распилили дерево под предлогом? Это тоже там... Не вывезено. Я как-то делал над тем материалом там. Ну, вот смотрите, мы подошли к тому вопросу как раз, что... А помогает ли вам? Ну, в первую очередь, хорошо. Спонсоры все понятно. В конце концов, частный бизнес не обязан помогать. Это бизнес, сами понимаете. Он платит свои деньги, у него цель получить прибыль, и он, в принципе, не обязан помогать добровольцам. И в этой связи у меня как раз возникает тот самый вопрос о государстве, которому платим налоги, который, по идее, вообще самовсюду не должен заниматься. Потому что, как вы сказали, Екатерина, каждый медведь, это, оказывается, медвежонок, точнее, не собственность медведьцы, а это, собственность, оказывается государство. Медведьцы ни при чем. И получается, раз государство, ты не даешь, как выясняется, вот так запросто привезти медвежонка в ваш центр, нужно оформить. Без вопросов. Так тогда и занимайся. Вот почему только 8 человек в госпитале дикой природы на всю нашу огромную, самую большую в мире страну? Вот, Сергей, вот тоже, ну вы все-таки за все эти годы, ну я говорю, я не знаю, За все эти годы мы не почувствовали заинтересованности. А вы обращались вообще? Потому что просто не знает просто никто. Ну, мы пытались обращаться с грантом. Ну, грант получить, да. На президентский грант, да. Ну, к сожалению, мы там не пришли. А вам как-то объяснили причину? Там не объясняют. Ну да, там не очень объясняют. Что, американская посоль, что ли, где обещают причину, почему тебе не дали визу? Ну, там просто автоматический ответ приходит, что, в общем-то, к сожалению, ваш грант не там соответствует по каким-то параметрам. Ну, они объясняют, что вот тут запятую не так поставили занятие. Ну, там, понимаете, как там сложно, потому что там, например, выигрывают те проценты, которые, например, проекты, которые уже имеются финансированные, например, серьезные. Да, вот тебе нужно, не знаю, 10 миллионов, и 5 у тебя уже есть, а тебе нужно только 5. Значит, твой проект как-то более... Больше шансов. Больше шансов. 25 процентов сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно-сонно. Нюансов там, к сожалению, много. То есть не нашел связь к консору, извини. Да. А проект у нас достаточно дорогой. Мне, честно говоря, ну, как бы не очень хочется делать все на коленке, да, из... Ну, конечно. Да, из подручных материалов. Из подручных материалов, да. У нас есть в стране уже некие примеры, когда, ну, люди, пытаясь там помогать как-то животным, выходят из ситуации тем, что есть, и, к сожалению, это получается не помощь... Ну, самолечением. Больше получается вред даже в содержании, ну, на самом деле. Ну, потому что люди не имеют возможности, а имеют желание. И не знают как. Ну, возможно, не знают как, да. Ну, в этом, кстати, в этом моменте со стороны государства такие центры, как наш, например, Сергей, они, по большому счету, не прописаны законодательно. То есть нет нормативов, нет кучи моментов, не предусмотрены только потому, что раньше не было такого количества центров, которые сейчас возникают. Кстати, даже категория земель и то, по-моему, не прописаны. Очень сложно земли получить, очень сложно получить землю по деятельности такого центра, потому что, то есть предусмотрены различные виды деятельности, но не включающие... То есть, ну, Байрат, может быть, вам дать землю? Ну, допустим. Ну, он говорит, а вот по закону не могу это сделать. В определенном уровне такие центры не предусмотрены, потому что раньше этого не было. Когда законы создавались, таких проблем не было. А если они и были, то они решались частными лицами, как, в общем-то, вот семья Пажетных. 27 лет нашему центру, вернее, не центру, как организации, нам всего три, там, с копейками деятельность продолжается. 27 лет, но это был частный, скажем так, частный проект, который существовал совершенно спокойно. Тогда не было, в общем-то, по большому счету, каких-то вопросов. И не было вообще вот развиты вот это вот некоммерческих организаций, сети. Этого не было. Сейчас это начинает выстреливать, и многие, я общаюсь со многими количествами, как вот и Сергей, и количествами центров по разным регионам, многие сталкиваются с проблемой. Ну, например, получить землю достаточно сложно. Если ты не охотхозяйство, и если ты не научно-исследовательская организация, да, то уже вопрос, каким образом можно тебе выделить землю. То есть, и таких нюансов, к сожалению, много. А с частным бизнесом нельзя, ну, вообще с частниками, потому что, ну, Екатерина, вы знаете, лично у нас в Тверской области, я не буду говорить за Москву там и так далее, у нас ведь огромное количество участков, они в чьей-то собственности, ну, у хозяина нет денег, ему вообще наплевать, и он зарастает и так далее. Почему не обратиться к таким людям, что выдели им свой гектар? Может быть, возможно, но опять-таки надо обращаться к законодательству, потому что я сейчас, честно говоря, просто не вспомню, законно ли содержание диких животных на частной земле. То есть, там много нюансов, с этим надо работать. То есть, мы, пытаясь выжить, как некоммерческие организации, помимо того, что мы спасаем животных, мы вынуждены погрязать в этих документах, все это изучать. Ну, в общем, живем, и слава Богу, надеемся, что, конечно... Я думаю, это можно выяснить, я думаю, законно, потому что у нас есть полно официальных структур. Вот у нас по Тверю баз отдыха, который себя во все, что называется, СМИ рекламирует, что у нас есть там и белый слон, и фазаны, и то есть вот они, дикие животные, и никто на них не наезжает, по идее. Значит, это легально, потому что они себя рекламируют. Это несколько другая вообще ситуация. Это животные, которые содержатся в неволе. По большому счету, как Сергей сказал, что мы к таким отношениям не имеем, это немножко другое. Это ближе к зоопаркам, ближе, ну, может быть, к циркам. И, скорее всего, у них документы есть, потому что по закону 4-го года те, кто родились до 21-го, до января 21-го года, имеют право содержаться у частных лиц. Сейчас с этим все сложнее, но в общем и целом я к чему, что много подводных камней юридических, да, то есть где в законодательстве просто пробелы, просто не предусмотрена подобного рода деятельность. Вот, ну, будем надеяться, что с годами все это будет меняться. Поправки вносить. Вот, конечно, да. У нас же есть в ТВД, между прочим, которые в Госдуме, недавно испеченные, между прочим, и Николай их прекрасно знает. Ну, это должен быть какой-то комплексный подход, да, заниматься, естественно, должны этим профессионалы, специалисты именно с юридическим, хорошим юридическим образованием, да, которые имеют отношение к политике. Вот, ну, наша все-таки первая задача, это спасать животных, и плюс еще самим выплатить, чтобы никакие проблемы с нашими организациями, да, не случилось. Вот, еще хотел небольшую поправочку сказать про наш центр. Мы работаем не только по Тверской области, то есть сеть медвежата, безусловно, не из Тверской области. И из соседних регионов тоже, окрестных. Это из различных регионов, то есть около 20 регионов, в принципе, составляют географию деятельности нашей работы. Это и Республика Коми, это и Карелия, Костромская, Нижегородская, Новгородская, естественно, наша сеть медвежата. Если же есть Коми, 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 то что вы выпускаете, куда? Мы выпускаем преимущественно туда же, откуда поступили. А, то есть возвращать в Коми? Да, мы таким образом как бы пытаемся восстановить равновесие, вернуть природе то, что у нее было отнято все-таки руками человека, возвратив туда, откуда они, ну, то есть если это Республика Коми, то это будет выпуск Республики Коми, либо, по каким-то причинам, если это невозможно, в граничном с Республикой Коми регионом, с той же самой географической, скажем так, да, климатической, да, чтобы со схожими всеми этими моментами, кормовые базы, климат и все прочее. А сколько, кстати, к вам медвежат ежегодно в среднем поступают? В среднем 10 медвежат. За 27 лет мы вернули в природу 277 медвежон. Медвежи, молодых медведей, да. В прошлом году у нас было 13, в позапрошлом у нас было 18, но вот в среднем получается 10 медвежат в год. На самом деле вот эти выпуски в тех регионах, откуда взяты, это крайне важно, потому что, ну, есть определенная популяция, внутри которой... Ну, в Тверской области не оказали все медведи России, да? Дело даже не в этом. Есть определенная популяция, внутри которой живут какие-то микроорганизмы, инфекции, гельминты. А, то есть в том числе. Вот, эта популяция может быть изолирована и жить с этим прекрасно, а другая популяция с этим не справится. На самом деле вот эта вся реабилитация, это целая наука, это очень сложно. Это не то, что ты там взял медведя, выкормил там... Открыл дверь, иди. Открыл дверь, иди. Если делать это по-человечески, если делать это с научным подходом, то это очень сложно. Ну, еще такой момент, как сохранение генетической целостности, да, вот этих вот местных группировок. То есть вот это вот все, на наш взгляд, важно, и мы придерживаемся такого... Ну и потом, да, зачем нам повышать уровень популяции, численность популяции в Тверской области, если их много, да? То есть вот, а откуда появился, собственно говоря, природа там был рожден, соответственно, он там должен был жить. Ну вот мы вернули, мы не увеличили этим образом, таким образом, опять-таки численность популяции, вернули то, что должно было бы там и так расти, жить, обитать. Сергей, я все-таки не могу успокоить, что называется, касаемо взаимоотношениях, ну не с дьяволом, с государством, конечно, вот, с государством, конечно, вот. Все-таки, ну а вы пробовали, может быть, связываться с региональными министерствами, ну, либо это лесничество, министерство лесного хозяйства, либо это ветеринария, не знаю, вам виднее, кто больше, что, товарищи, мы ведите штатный должность, там, такого человека, вот, ну, вашего коллеги, мы готовы его обучить. А я всем прекрасно знаю, что наши госструктуры запросто могут изобрести должность, там, главного специалиста, эксперта, он будет заниматься своим благотворщиком. Просто, просто. Знаете, нет, один единственный у меня был. Могут они, ну, как-то можно, чтобы хотя бы в каждом регионе вы обучили по одному коллеге, дистанционно просто. Да, это нужно, это нужно, но можно ли, я не знаю, у меня один единственный опыт был, нет, мы сами не обращались, к нам обращались, вот, это Московская область, государственная ветеринарная служба решила обучить, значит, своих сотрудников некоторым нюансам нашей работы. Но это всё произошло тоже не просто так, просто одна из сотрудниц вот этого вот государственного ведомства в своё время работала в очень хорошей научной ветеринальной клинике, анестезиологом, она, как бы, у неё совершенно другой подход. Вот, и она, и она сейчас там, начальник, правда, небольшой, она очень переживает за всё вот это, и она говорит, я хочу поднять уровень своих сотрудников, давайте сделаем. Вот мы сделали, два раза уже проводили такие курсы, но это не благодаря... Вопреки. 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 Но, на самом деле, ты забыл, был ещё один случай, то есть мы работаем со многими регионами, да, и зачастую, то есть, ну, уже личные контакты наложены, и бывают ситуации, что вот они звонят, говорят, ребят, у нас лось в городе. Помогите, как обездвижить, да, то есть, либо там, если возможность какая-то есть, может быть, мы можем, но у нас меньше возможностей, потому что вот у нас сейчас в ближайшее время, но чем позже, тем лучше начнётся медвежий сезон, всё. То есть, наша жизнь, это только медведи. Понятно, у вас медвежий сезон. Вот, но мы можем подсказать, то есть, если это знакомые ребята, если мы с ними работали, мы понимаем, что за люди, мы можем сами что-то подсказать, безусловно, Сергей может подсказать или его коллеги, каким образом обездвижить, вот. Вот, и была история, когда к нам обратились, я не буду называть регион, из Министерства охраны окружающей среды с просьбой, ребят, давайте проведём какое-то обучение, потому что это крайне важно. Конечно. Мы не можем постоянно, и ребята были согласны, но там всё за 100 плюс только потому, что, как я сказал, оборудование для обездвижения животных стоит огромное количество денег. А какой порядок цены? Один укол, на сегодняшний день, наверное, хорошее дистанционное вот этот инъектор, я думаю, под миллион, да, наверное, стоит. Ну, от 600 минимум тысяч. Ну, где-то в районе 600-700. Плюс один укол, нет, оборудование, плюс один укол, сколько он, тысяч пять-шесть, наверное, сейчас. В районе 5 тысяч сейчас комплект. Это только препараты, да, а ещё это специальные летащие шприцы, а ещё там, в общем, куча всего, то есть, ты же следишь, они следят за состоянием животных, пока находятся. Вот, и они сказали, что, ребята, мы хотим, но это бесполезно, потому что мы не можем себе позволить приобрести такое оборудование. Мы не можем себе позволить, у нас нету финансирования. А с другой стороны, есть, я видел другой пример, это Московская область. У нас там откуда-то появился медведь, мытищих. Откуда он появился, неизвестно. В сфере, наверное, пришёл. До сих пор тайна, покрытая мраком, значит, тоже подняли на уши охоты инспекторов, вот, и нас тоже позвали. Приехали охоты инспектора, у них было с собой оборудование. Действительно, дорогие вот эти данные инжектовские винтовки, которые не открывались, ими ни разу. Они не знают даже, с какой стороны ставить шприцы, и что это вообще такое. Начальнику купили другое оборудование, а починить научили. Да. Ну вот это тоже странная ситуация. Купить купили, научить не научили. Потому что если есть оборудование, то, конечно же... Потом охота инспектора, это не ветеринарный врач, это совсем другое. Да, если мы хотим о сохранности говорить, то должен работать специалист, а не охота инспектора. Который умеет следить в праздник. Ну, который, да. Ну, который, да. Потому что с копытами вообще очень сложно работать, они крайне тяжело, да, переносят анестезию. Да. Вы что-то всё про себя и про себе, Николай, я хотела бы сказать, в общем, восхититься, конечно, вами, вашей идеей, вашим проектом. Ну, потому что, ну, помощь людям, которые действительно в сложной ситуации, а мы тоже этих бабулечек регулярно видим, это очень здорово. Это здорово, когда вот от чужих людей приходит помощь тем, кто нуждается. Вот прямо моё сердце с вами. Моё с вами. Вообще сейчас так мало всего этого, да? Да, это вот добро, да. То добро, которое, прямо я говорю, у меня мурашки. Это здорово, когда люди, у всех же жизни сложные, но при этом находятся возможности, желания помогать другим. Да, но нам бы очень хотелось, чтобы государство обратило внимание на людей. Ну, всё-таки больше сейчас уже внимания, да, вот к таким проблемам, как ваши, например. Ну, не ваши проблемы, а проблематика, с которой вы... Да, проблематика, да. Всё-таки мы как-то выходим, то есть вот уровень информированности населения, естественно, и государством повышается. Ну, давайте надеяться, что рано или поздно... Да. Нас заметят, да, или что. Через таких людей, как вы, рано или поздно заметят и государство. Потому что мы уже с этого года, с конца прошлого года, мы уже работаем с епархией. Ну, об этом мы говорим после небольшой рекламы, которая у нас не рано или не поздно, она у нас вовремя выходит. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». У нас сегодня разговор о добровольцах, которые работают. Вот, как вы уже слышали, очень часто они работают, к сожалению, вопреки. Успешно работают, но вопреки. Ну, вот, как у нас в конце предыдущего блока, вот Николай сказал, что взаимодействие с Русской Православной Церковью. Отец Сергей, вот РПЦ у нас какое взаимодействие ведёт с добровольцами нашими замечательными? Ну, я, наверное, начну с того, что поздравлю и присутствующих, и тех, кто нас видит, да, с праздником Рождества Христова. Сейчас святые дни проходят, святки, и поэтому в эти дни, конечно, вот благотворительность, милосердие, добровольчество, оно у людей должно как-то активнее быть. По христианскому это ведь. Ну, естественно, если человек хочет понять вообще, как его Господь будет спасать, за счёт чего, то очень просто. Вот прямо сейчас откройте где-нибудь в интернете или ещё Евангелие от Матфея, 25 главу, начиная с 31 стиха, и вы увидите, за что вас будет Господь или наказывать, или спасать. За милосердие или за немилосердие. Конечно, мы тоже занимаемся благотворительными проектами, вот, правда, другой направленности, может быть, мы потом как-то поговорим, потому что у нас направленность – это сохранение нашей традиционной культуры. Вот только сейчас, вчера было награждение победителей конкурса «Рождейский дар», это дети из школ, из художественных студий, которые по нашему проекту готовили различные вертепы, открытки и всё. Вот там у нас было 14 школ, 8 из-за студий из Тверской области, и каждый год у нас это проходит, ну и другие разные проекты. Но я, в общем-то, с удовольствием познакомился и услышал, ну, я слышал, конечно, про «Медведей», Николая-то я давно знаю, про «Медведей» слышал. Если как-то вот контакты требуются, чтобы, так сказать, церковь, чтобы церковь как-то тоже поучаствовала. Могучная организация-то РПЦ всё-таки, ну, она не смогущественная. Дело в том, что я думаю, что в Торопции там не так могущественно всё, это в Москве… А вы по всей Руси великомогущественная. Ну, знаете, вот у нас во всей Руси всё по-разному. Да, страна большая. К сожалению, к сожалению. Вот, я очень рад, что с вами познакомился. Ну, может быть, мы координатами как-то обменяемся. И я, наверное, вот именно от благотворительного проекта, в котором мы сейчас участвуем с вами, от этого марафона, хочу дать вам такие вот памятные грамоты Сергею. Спасибо большое. Кроме того, от себя я хочу вам подарить календарь на следующий год. Ну, он не простые календари, а они такие вот определённые. Вот, допустим, Сергея Божья аптека и духовное поучение, медицинские советы. Спасибо. Может быть, что-то пригодится и для дикой природы. А Екатерине? Екатерине тоже. Спасибо огромное. А Екатерине тоже. Не Екатерине, а всей нашей команде, конечно. Я представитель нашей команды, я не одна, безусловно. И тоже календарь-целебник, где там младенец нарисован, но у вас тоже младенец. Хоть они и люди, но всё равно младенцы. Спасибо большое. Может быть, тоже тут подчеркнёте. Спасибо огромное. Ну, а Николай у нас такой человек активный, продвинутый, вот такой толстый-толстый православный календарь, в котором, если он его прочитает, каждый день будет помаленько читать, то он за год прочитает всю Евангелие, все деяния апостола и все апостольские послания, ещё плюс ветхозаветные пророческие отрывки. Ну, а вам... А диплом? А, диплом-то, диплом-то, диплом. Ну, Николай, конечно. Рядом Николай. Ну, а вам, как организаторам, хочу подарить тоже календарь, чтобы у вас информация была в вашем телесуре. Спасибо большое, у нас эфир подошёл к концу, последние секунды, дорогие телезрители, мы сегодня говорили о добровольцах, и вот отец Сергий, представитель РПЦ, знаю, у нас большая часть страны считает себя православными, поэтому помните, заповедь Господнюю, раз вы считаетесь православными, добровольно крестились, поэтому поступать по-христиански, как к людям, так и к животным. Спасибо большое, до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.